Добрый день. Мы с вами сегодня начинаем первый вебинар, состоящий из трех частей. Позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий, фамилия Колесников. Я читаю, веду тренинги внешние для EPUM Systems. Сам я доцент кафедры программной инженерии Харьковского университета радиоэлектроники. Итак, давайте начнем. Сама Java платформа по себе является софтверной платформой, то есть это, по сути, программа, которую ставят на операционную систему. И эта платформа, ее можно представить в виде трех частей. Java Standard Edition, Java Enterprise Edition и Java Micro Edition. Java Micro Edition, не надо тратить на нее время, это, скажем так, уже устаревшая технология. На рынке труда в Украине она не востребована точка. Значит, Java Enterprise Edition это та часть платформы, в общем-то, где зарабатывают деньги. Но делать в ней без знаний в области Java Standard Edition дело бесперспективное. И мы с вами, вообще-то говоря, начиная изучать Java, посмотрим, собственно, на часть этой платформы. То есть сейчас идет некоторая вводная информация, теоретическая. Значит, Java Standard Edition это Java платформа, которую можно представить, грубо говоря, ну, во-первых, это язык. И, собственно, язык мы с вами будем изучать в течение, ну, грубо говоря, вот этих трех вебинаров. Сам Java Language чуть позже рассмотрим. Дальше есть еще, в общем, такая терминология. Во-первых, Java Core. Ну, часто бывает такое, что ты идешь на собеседование, и тебе, в общем-то, говорят, у тебя будет собеседование по Java Core. Что такое Java Core? Значит, Java Core это классы ядра. Сама Java платформа, она содержит некоторое количество типов, которые написаны на языке Java. И таковых типов верхнего уровня порядка 1200 где-то. Учитывая вложенные и внутренние типы, это классы интерфейсы, таковых всего насчитывается порядка 18,5 тысяч где-то, 19. Ну, вы понимаете, что такой объем информации могут знать не только лишь все, мало кто это может. И, вообще-то говоря, нет надобности знать все эти классы, но, по крайней мере, имеет смысл ориентироваться в них, зная, где быстро можно найти информацию по ним. И, собственно, владеть этим инструментарием. Итак, есть еще виртуальная машина Java. Java Virtual Machine это исполняемая среда, своего рода engine, как бы движок, то есть то, что исполняет приложение на Java. Если мы возьмем Java Core, добавим Java Virtual Machine, добавим еще кое-что, то мы получим так называемый Java Runtime Environment, исполняемая среда Java. Если мы к этой JRE добавим еще средства разработки, в частности компилятора, то мы получим так называемый Java Development Kit. Инструментарий разработчика приложения на Java. Ну, вот такая вот терминология. Дальше. Java приложение представляет из себя текстовый файл, который вы подаете компилятору на вход и на выходе снимаете так называемое, ну, по сути, это и есть исполняемое приложение. Но само оно по себе без виртуальной машины, ну, как бы, не жизнеспособно. Для того, чтобы вы имели возможность запустить это приложение на операционной системе какой-то, в обязательном порядке должна быть виртуальная машина для соответствующей операционной системы. Ну, смотрите, кроссплатформенность, то есть возможность выполнения приложения, а в Java задекларировано, что приложение будет выполнено одинаково на разных платформах. Это, конечно, некий абсолют, который все-таки недостижим. Например, те же самые графические примитивы, когда приложение с графическим интерфейсом. Кстати, не тратьте свое время на изучение graphical user interface в Java. На рынке труда это также не востребовано. Так вот, в принципе, если вы рассмотрите тот же самый Linux, в нем есть KDE, в нем есть GNOME, и графические примитивы отрисовываются по-разному. И поэтому визуальное представление у вас будет, вообще-то говоря, разное. Если рассмотреть систему приоритетов тех же самых потоков, приложение, в общем случае, может быть многопоточным, то в таком случае в разных операционных системах, ну, вы знаете, эта система приоритетов может быть разной. Все как в жизни. То есть, в принципе, если вы возьмете какого-нибудь директора овощей базы, который уважаемый человек в этом мире, да, то если проворуется, он попадет в места не столь отдаленные. Объект тот же самый, а система приоритетов уже другая будет там. Так вот, в принципе, это абсолют кроссплатформенность, и, ну, по крайней мере, по факту имеет место быть почти одинаковое выполнение на разных платформах. Но для того, чтобы выполнение приложения могло быть осуществлено, необходима виртуальная машина. Нет виртуальной машины, нет никакого выполнения. И вы знаете, вот подобного рода подход, когда есть некая промежуточная среда, прослойка, она, он, этот подход, ну, вообще-то характерен практически для всех кроссплатформенных технологий, когда есть что-то, стоящее перед приложением, между приложением и операционной средой. Так, идем дальше. Если у вас будут какие-то вопросы, вы их можете, насколько мне известно, задавать, и в Telegram в конце, в общем-то, или в чат, и мы, в общем-то, на них поотвечаем как-то. Теперь, собственно, по самому языку. Буквально совершенно кратко, Java Language является строго типизированным. А смотрите, последняя версия стабильная сейчас, насколько мне известно, 12-я. То, что я буду сегодня рассказывать, касается включительно до 8-й версии, то есть выше 8-й пока что не поднимаемся. И вот Java Language является строго типизированным. Любая переменная, значение любого выражения всегда имеет некоторый тип. Любой метод возвращает некоторый результат, который имеет некоторый тип. Возможно, он ничего не возвращает, ну, тогда там ставят так называемый псевдотип void. Java Language является также объектно-ориентированным языком. Объектно-ориентированным в том смысле, что в совокупность мы будем рассматривать с вами ООП, что это такое, определение и так далее и тому подобное. Ну, по крайней мере, есть не объектно-ориентированные конструкции в виде типов данных примитивных. Мы сегодня их будем подробно очень рассматривать. Дальше, очень важная такая особенность, присутствует обратная совместимость. Обратная совместимость означает, что если вы когда-то давно написали приложение под версию 4-ю или 5-ю, то в нынешнем, так сказать, окружении, то есть с использованием новой среды, 12-я, 11-я версии, они тоже могут выполнить ваше приложение. Это очень важное свойство. Почему? Ну, потому что давно-давно вы выделили деньги на разработку, платили разработчикам, они чего-то создали. Ну, и потом выходит новая версия, если версия платформы, а старая вообще уже не поддерживается. Если новая версия не будет иметь возможность выполнять старый код, то в таком случае вам придется платить деньги, нанимать новую команду. Ну, понимаете, да? То есть как-то вот так. По крайней мере, обратная совместимость, она, ну, в принципе, она работает, да. Значит, основными документами по языку, вот тут обозначены два документа. Во-первых, это Java Language Specification. Прямо берем, вставляем в Google, жмем Enter и, вообще-то говоря, натыкаемся на эту спецификацию на сайте Oracle. Вы знаете, это как бы первичный документ. Любая книжка, которая входит в противоречие с этим документом, достойна того, чтобы ее выбросить просто. То есть она неправду говорит, значит. Помимо этого, есть еще такой документ, очень важный, Java Code Convention. Он, ну, довольно-таки старый, по-моему, даже. Так, ну ладно, не важно, не будем говорить про дату. Java Code Convention содержит написанные, неписанные правила. Это как имеет смысл именовать переменные, какие отступы делать, где там скобочки должны стоять. Ну, в принципе, каждая компания может иметь какой-то свой внутренний стандарт, но, как правило, вообще принято все-таки придерживаться этого Java Code Convention. Грубо говоря, если вы не будете придерживаться его, то у вас, возможно, проблемы будут на работе. Так, идем дальше. Итак, уже было сказано, что исходный код Java написан, ну, представляется в виде текста, то есть это текстовый документ. И в общем случае приложение на Java состоит из совокупности типов. При этом некоторые из них, они уже написаны не вами, вы их просто используете, а некоторые типы вы пишите сами. Это пользовательские типы. Общепринято каждый тип определять в отдельном файле, ну, в отличие от языка C++, где вы имеете возможность, вообще-то говоря, разорвать декларацию и наполнение класса по разным файлам, здесь у вас такой возможности нет. У вас есть возможность накидать в один файл множество типов, но не надо так делать. То есть отдельному файлу, в отдельном файле вы пишете отдельный тип. Дальше. Ну, как правило, изучение нового языка программирования платформы начинает с написания вот такого Hello World. А вот перед вами простейшее приложение на Java, которое выводит, ну, хочется сказать, на экран. В принципе, да, она выводит на экран то, что вот здесь в двойных кавычках написано. Но, строго говоря, вообще-то говоря, данное приложение выводит Hello, World, восклицательный знак, в стандартный поток вывода, который по умолчанию связан с консольным выводом, то есть монитор. Данный класс, это тип, он должен быть расположен, вследствие того, что он публичный, должен быть расположенным в файле hello.java. Ну, вот как-то так. Дальше. Дальше, для того, чтобы откомпилировать, вы используете компилятор. Ну, на самом-то деле, конечно же, в консоли сейчас редко кто работает, но по-хорошему, конечно, имеет смысл уметь работать в консоли, если вы претендуете на то, чтобы быть Java-разработчиком. То есть, по крайней мере, откомпилировать файл в консоли нужно уметь. Мы дальше будем с вами примеры рассматривать в IDE, то есть такие среды есть, интегрированные среды разработки. Ну, если рассматривать консоль, то вы подаете на вход компилятору входной файл hello.java, hello.java. На выходе вы получаете вот это. Что это такое? Это файл с частично откомпилированным байт-кодом. Впоследствии вы можете запустить это приложение с помощью запуска виртуальной машины. Запускаем вот так, таким образом. Причем компилируем мы файл, а запускаем на выполнение мы класс. И выполнение будет начато виртуальной машины с метода main. Вот такая вот конструкция, такой блок функциональный, его называют методом. И main method – это entry point для вашего приложения. Это точка входа для вашего приложения. Потенциально, в принципе, любой класс может иметь этот метод. И более того, даже абстрактный класс может иметь эту точку входа, с которой все начинается. Значит, этот метод, будучи статическим, не принадлежит типу, не принадлежит объектам этого типа, но принадлежит самому типу. Ну, вот как-то так. Так, чего дальше? Дальше. Смотрите, есть еще такое понятие, как пакет. То, что написано вот здесь ранее, давайте вернемся назад. То, что сейчас написано здесь, это приложение определяет, точнее, этот текст, он определяет публичный класс hello, который находится вне какого-либо пакета. И для того, чтобы, для того, чтобы, это, это bad practice, не надо так писать. Как правило, разносят классы по пакетам. То есть, вверху файла с определением типа, каждый тип пишем в отдельном файле. Как правило, присутствует вот такая вот декларация, package declaration. Пакеты общепринято, это по код конвеншину, именовать перевернутым доменным именем организации, в рамках которой вы, ну, собственно, пишете этот код. Вследствие уникальности доменных имен достигается уникальность в полных именах типов. Вот теперь по поводу терминологии, смотрите, здесь написано hello. Hello – это простое имя. А если мы возьмем имя пакета, добавим через точку простое имя, мы получим так называемый full qualified name, полное квалифицированное имя класса. Вот в работающем приложении все классы, они, ну, как правило, все классы, они имеют разные полные квалифицированные имена. Для чего вообще нужны эти пакеты? Вы знаете, ваше приложение, то, что вы написали, на самом-то деле может использовать еще множество различных библиотек третьих сторон. И вот важным таким свойством Java платформы является большое очень количество, история Java насчитывает порядка 25 лет, по-моему, да, с 96-го года. И, в общем-то, большое количество библиотек третьих сторон, которые отлажены, то есть они оттестированы, бесплатные. И, вообще-то говоря, если вы в вашем приложении будете использовать 2, 3, 5 десятков библиотек третьих сторон, и где-то в них пересекаются полные имена типов, то в таком случае, ну, например, дефолтный загрузчик классов, классы виртуальная машина загружает с помощью загрузчика, он наткнется на первый с заданным именем, его загрузит, дальше он смотреть не будет. И совершенно не факт, что это именно то, что вам нужно. И, возможно, проблема. Кратко, имеет смысл именовать пакеты так, чтобы, ну, короче, пишите туда доменное имя, перевернутое. И вот после такой манипуляции, вы знаете, в консоли, если вы будете оперировать этими сущностями, вам необходимо будет тогда, во-первых, откомпилировать вы можете, как и прежде. На вход подаем класс, на выходе снимаем файл с расширением точка класс. Но для того, чтобы запустить, вам необходимо на вход в виртуальной машине подать, так называем, ну, собственно, мы об этом говорили, full qualified name, то есть полное квалифицированное имя. Но для того, чтобы виртуальная машина нашла этот класс, необходимо указать нечто, содержащее файловую иерархию com.my.hello.class. Ну, на самом-то деле, вот файлы с байт-кодом, они находятся в узлах файловой системы. И если полное квалифицированное имя com.my.hello, то в таком случае данный файл, то есть файл с байт-кодом, который содержит функциональность этого типа, он должен располагаться в каталоге my, который лежит в каталоге com. И вот на вход в виртуальную машину вы подаете либо каталог, вот такой вот опцией пишите, тире цепи, и вот сюда пишите каталог, в котором располагается каталог com, в котором располагается каталог my, в котором располагается вот этот байт-код. Ну, понимаете, да? Другой вариант, в принципе, вы знаете, в мире Java очень часто используют так называемые jar файлы. Это Java Archive, грубо говоря, просто-напросто, ну, каталоги какие-то упакованные, алгоритм сжатия там, по-моему, Deflate, ну, грубо говоря, ZIP, ZIP-архив. В принципе, ZIP-архивы тоже система поймет. И, в принципе, вот если вы будете запускать без указания опции CP, ну, а CP это что это такое? Это ClassPass. Но в таком случае неявно как бы присутствует эта опция со значением текущий каталог, из которого запущена виртуальная машина. Значит, то, что сейчас было, вообще, то, что я сейчас рассказывал, это касается все консоли. Желательно, конечно, попробовать создать тот же самый hello.java, да, откомпилировать, запустить на выполнение вашей операционной системе. Так, ну, а мы пока пойдем дальше. Еще есть такая вот информация, параметры командной строки. Если вы обратили внимание, вряд ли вы это, конечно, сделали. Так, давайте промотаем обратно на наше приложение. Метод main, он содержит один параметр, он обязан содержать вот такой параметр. Вот это имя совершенно, ну, грубо говоря, оно должно быть валидным идентификатором. Общепринято писать args, в отличие от языка c, где обычно пишут argv, по-моему. Так вот, вот этот массив, массив строк, когда приложение будет запущено, что содержит эта переменная? Вы знаете, она содержит параметры командной строки. Параметры командной строки – это, давайте вот рассмотрим такую запись. Если вы в консоли, а что такое консоль? Консоль – это когда вот, если в Windows вы возьмете, наберете cmd. Так, то появится окошко. Так, не буду я его открывать. Это окошко. Итак, смотрите, если вы в консоли напишите вот так, то в таком случае для операционной системы существует пять параметров командной строки. Вот они, пять штук. Для виртуальной машины, когда это приложение будет запущено, когда приложение, когда операционная система запустит виртуальную машину, то для виртуальной машины, вообще-то, так говоря, будут четыре параметра командной строки. Но виртуальная машина, она запускает приложение hello, и в итоге, получается, для приложения hello будут три параметра командной строки. Именно они и будут переданы в качестве аргумента методу main. Ну, вот как-то так. То есть, это была информация о том, что вот это за переменная, что она означает. Так, теперь по поводу интегрированных сред разработки. Существует приложение, которое облегчает участь разработчика. Это, ну, своего рода, как бы кейс-система. То есть, система, которая содержит средства автозавершения, быструю навигацию, ну, и так далее. Имеет смысл, существует множество IDE в Java мире, но я имею достойное упоминание, пожалуй, по крайней мере, три. Во-первых, самая распространенная – это Eclipse. Первоначальная разработка компании IBM. Затем, и я буду все показывать в Eclipse. Затем это разработка чешской компании JetBrains IntelliJ IDEA. Пожалуй, наверное, наиболее юзер-френдли. И, скажем так, в Eclipse, наверное, чуть-чуть больше нужно знать, чего там внутри происходит, чем если вы используете идею. Ну, и, наконец, есть еще NetBeans от компании, по-моему, Oracle, собственно, ее и продвигает. Чего вам выбрать для, так сказать, начала? Ну, не надо NetBeans. Давайте сразу так вычеркнем. Либо Eclipse, либо IntelliJ IDEA. Ну, IntelliJ IDEA, она, скажем так, более интеллектуальная, но, с другой стороны, Eclipse, она более распространенная. Если вы работаете, к примеру, в распределенной команде, то в таком случае вероятность того, что ваш коллега, пребывающий на берегу Солнечного Индийского океана, где вечное лето и теплое море, использует Eclipse, вообще-то говоря, ну, понимаете, выше, чем в случае, если вы будете использовать IntelliJ IDEA. Ну, то есть, Eclipse более распространенная, скажем так. Так, дальше. Хочется задать, какие есть вопросы, но вопросы у нас вы отвечаете, да? Так, хорошо, я тогда дальше буду рассказывать, рассказывать. Можете спрашивать все, что угодно. Собственно, теперь пошли по самому языку. Итак, смотрите. В тексте исходном на языке Java выделяют значимое и незначимое. Значимым являются лексемы, а незначимым являются, во-первых, пробельные символы, во-вторых, комментарии. Ну, и лексемы, то есть значимое, оно разделено незначимым. Пробельными символами в Java являются, ну, во-первых, пробел, понятно, есть еще табуляция горизонтальная, есть еще, да, существует такой символ, это управляющий символ АСКИ, называемый форм-фит, перевод страницы. И в качестве разделителя лексем, извините, в качестве пробельных символов, мы сейчас эти пробельные символы рассматриваем, выступают также ограничители строк, лан-сепараторы. Вы знаете, это сущность, которая зависит от операционной системы. Ну, в Linux это LineFit, и в новых версиях MacOS, в старых версиях MacOS это Carriage Return, возврат каретки. Ну, и Windows, у них всегда, как всегда, свое специфическое. Возврат каретки, упорядоченная совокупность, подбор идущих, возврат каретки. Что такое каретка? Это курсор. Курсор возвращаем на начало и переводим на следующую строку. Итак, это были пробельные символы. Мы сейчас рассматриваем то, из чего состоит приложение на Java. Это пробельные символы незначимые, комментарии, они тоже не значат для программы ничего, но они важны, комментарии надо писать. Так, как-нибудь на эту тему поговорим. И есть еще значимые лексемы. Итак, комментарии. Комментарии, вы знаете, в Java существует двух видов. Это однострочный, подобного вида. От двух этих прямых флешей, вплоть до line-сепаратора, это незначимый текст. Но существует еще многострочный, multi-line comments. Это вот конструкция подобного вида. Выделяет еще дополнительно, так называемый, комментарий документатора. Но на самом-то деле это просто-напросто вот этот предыдущий вариант, где просто-напросто еще одна зирочка добавлена. И подобного рода комментарии, они могут быть разобраны специальными утилитами, которые составляют документацию. Так, ну вот как-то так. Это было незначимым. Пробильные символы, комментарии. Не очень интересная, конечно, информация, но все-таки имеет смысл. Дальше. И вот мы добрались до того, что является значимым. Можно в исходном коде выделить, во-первых, идентификаторы, литералы. То, что для своей записи в общем случае могут там встречаться кириллические символы, например. Но никогда не пишите в идентификаторы кириллические символы. Мы об этом сейчас еще поговорим. Итак, идентификаторы, литералы, ключевые слова, разделители, знаки, операции. Давайте вернемся к нашему прекрасному приложению. Hello World. И сейчас повыделяем, из чего оно состоит. Итак, вот это приложение. Package. Ключевое слово. Здесь пробел, пробельный символ. Дальше. Это идентификатор. Идентификатор. Причем тут можно усмотреть еще разделитель, точку. Это тоже разделитель. Потом здесь стоит LAN-сепаратор. Ключевое слово. Access Level Modifier. Пробельный символ. Ключевое слово. Пробельный символ. Hello. Что такое hello? Hello – это идентификатор. Это мы сами его назвали, этот класс. Вот таким вот образом. Пробельный символ, разделитель, LAN-сепаратор. Пробельный символ тут табуляция стоит. Ну и так далее. Еще можно повыделять. Смотрите, ключевое слово. Вот они. Это не ключевое слово. Да, система, то есть виртуальная машина, она знает, что entry point имеет название main. Но, тем не менее, это не ключевое слово. Я могу убрать сейчас этот статик. Точка входа, она обязана быть публичной, статической, ничего не возвращать и иметь название main. И чего принимать? В качестве параметра массив строк. Так вот, я могу убрать статик, и у меня будет просто метод public void main. Обычный метод класса hello. Так, как-то так. Так, возвращаемся обратно. И, собственно, сейчас немножечко пройдемся по вот этим лексемам. Идентификатор. Что такое идентификатор? Идентификатор используют для именования типов. Два варианта всего. Это либо классы, либо интерфейсы пользовательские. Также пакетов, методов, полей, локальных, переменных. Идентификатор вы можете писать. Так, там дальше это есть? Нет, этого нет. Значит, идентификатор вы можете записывать, вы знаете, в принципе, не обязательно на английском языке. Можете писать кириллица. Я могу написать, допустим, объявить переменную с названием мама мыла раму, а папа мыла машину. Все через подчеркивание. Но, опять-таки, вы понимаете, что если вы будете работать в распределенной команде, или же ваш код будет поддерживать кто-то другой, этот другой не из этой страны, то он с удивлением будет смотреть на эти символы. Личный пример. Приходилось, собственно, исторически, биографически в отрасли это и работал. И один раз был, в общем-то, проект совместный с чехами. В Чехию ездили, и там местные товарищи именовали переменными. Переменные, переменные, это что, это идентификатор, да, они именовали сокращениями чешских слов. Вот перед тобой такая аббревиатура, там из пяти чешских слов сокращение. Ты смотришь на нее и понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Вот как бы, поэтому имеет смысл писать латинскими буквами, и вы знаете, ну, вообще-то говоря, на английском языке. То есть не надо писать в транслитерации, пишите на английском языке. К сожалению, английский язык, он важен тут. Почему к сожалению? Ну, потому что выучить язык стоит денег и времени. Так, идем дальше. Вот идентификаторы. Ключевые слова. Ну, я не знаю, имеет смысл ли по каждому из них что-то говорить. По-хорошему, если вы претендуете на то, чтобы, на какую-то позицию, да, по Java-разработке, вы должны знать, что означает каждый из этих слов. В принципе, можно быстренько пробежаться по ним. Абстрактные методы, абстрактные классы, абстрактный интерфейс. Интерфейсы всегда, они являются абстрактными. Это ключевое слово абстракт. Ассерт – это для сравнения. И если сравнение не проходит, тогда вылетает исключительно ситуация. То есть, по сути, ошибка. Assertion error. Boolean – примитивный тип. Break – оператор управления. Byte – примитивный тип. Case – составная часть оператора. Switch case. Catch – составная часть конструкции. Try catch funnel – это exception handler. Char – примитивный тип данных. Class – это ключевое слово. Один из двух вариантов определения класса. Другой – это n. Вот он. Const – внезапно задекларированное. Ключевым словом, но неиспользуемо. Любое его использование приведет к ошибке. Continue – оператор управления. А в цикле, из цикла переходим на следующую итерацию. Default – это составная часть switch case оператора многозначного выбора. И, начиная с восьмой версии, вы в интерфейсах можете писать так называемые дефолтные методы. Дефолтная реализация методов. Do – это цикл с постусловием. Примитивный тип – double. Else – составная часть условного оператора. If-else. Extends. Говорит о том, что один тип наследует другой. Наследование разрешено между классами и между интерфейсами. И в ответ на вопрос, существуют ли множественные наследования в Java, конечно же, да. Интерфейс один может наследовать несколько других интерфейсов. Для классов – нет. Final – такое многоемкое ключевое слово. Может быть применено к классу, к полю, к методу, к статическому методу, к параметру. Грубо говоря, для класса это нельзя класс наследовать. Для метода нельзя его перекрывать или скрывать. Hide – статические методы в Java, не полиморфные. Для них override не работает, для них работает hide, hiding, скажем так. Finally – составная часть, strike edge, finally. Float – примитивный тип. For – цикл. Сеподобный. И Java – это сеподобный язык. Case-sensitive – язык, то есть регистр грязи значения. Go to – зарезервированное, но неиспользуемое. Implements – класс имплементирует интерфейс. Import – импортируем класс, импортируем все классы из пакета, импортируем метод статический или же статические методы. То есть тут можно вот такой вот извлечь отсюда. Instance of operator специфический. На следующем вебинаре мы про него поговорим. Примитивный тип. Тип данных. Один из четырех ссылочных. Long. Примитивный тип native. Говорит о том, что метод реализован внеязыковыми средствами. New. Оператор создания нового объекта. Объекта. Экземпляра класса или же массива package. Декларация пакета. Private. Access Level Modifier. Уровень доступа определяет. Java – их четыре, в отличие от C++, где их три. Значит, protected – это защищенный уровень доступа. Public – публичный. Return – оператор управления. Short – примитивный тип данных. Static – спецификатор, указывающий, что сущность принадлежит самому типу, но не его экземплярам. Статическими могут быть методы, поля, блоки инициализации, вложенные, вложенные классы. Интерфейсы всегда вложены, если их декларация находится внутри декларации другого типа. Они всегда неявно static. Strict. Ctfp. Ну, это ключевое слово сейчас, как правило, вообще, наверное, не используют. Это для того, чтобы вычисления с плавающей точки одинаково были на разных платформах. Как-то вот так. Super, ну, тоже может быть использован в нескольких контекстах. Вызываем конструктор супертипа, вызываем, обращаемся к перекрытым полям, методам. И еще можно усмотреть при обобщении, при параметризации дженерика, так называемый Super, wildcard с ограничением Super. Вот как-то вот так. Switch. Оператор многозначного выбора. Synchronized. Классическая блокирующая синхронизация. Многопоточность. Мы видим, это относится к многопоточности. Мы видим, что это на уровне языка поддержка имеется здесь. Здесь. Ну, там, несколько контекстов. По крайней мере, можно вызвать конструктора этого же самого типа. Из другого конструктора этого же типа. Ссылка на текущий объект. Можно обратиться к внешнему классу, если вы во внутреннем находитесь. Throw. Оператор выброса исключения. Throws. Декларирует Throws Клаус, так называемые методы. Потенциально могут выбросить исключительные ситуации. Transient. Это ключевое слово говорит о том, что поля не стерилизуются. При дестерилизации их значения оказываются равными значениям по умолчанию. Try. Составная часть. Try. Catch. Finally. Void. Псевдотип. Метод ничего не возвращается. Walletile. Это ключевое слово помечает поля. Связано с многопоточностей. На этом я ограничусь. While. Это цикл с предусловием. Ну, вы видите, информации много. Но, опять-таки, дорогу осилит идущий. И постепенно, если, в принципе, изучать Java платформу с нуля, всем этим можно овладеть. Так. Предлагаю перелеснуть. Ой, существуют еще вот разделители. Это мы, опять-таки, рассматриваем, из чего состоит сам язык. Скобочки. Квадратные, круглые, фигурные. Точка, запятая, точка, запятую. Три точки. Это varargs. Два двоеточия. Это мы имеем ссылку на метод, либо же на конструктор. Восьмой версии было добавлено. Ну, вот и цайн коммерческая. Этот значок, ну, по крайней мере, аннотации обозначают им. Спорный момент. Считать это разделителем или не считать. По спецификации это разделитель. Ну, и, наконец, в общем-то, давайте сейчас перейдем к типам данных. Типы данных в Java. Типы данных в Java, их можно разделить на две категории. Это примитивные типы и ссылочные типы. К примитивным типам относится один логический тип. Давайте перелеснем, там дальше это есть. Итак, примитивные типы. Это, во-первых, логический тип, буллин. И все остальное это числа. Среди них выделяют целые числа со знаком в порядке увеличения емкости. Емкость логическая. Сколько в действительности виртуальная машина тратит памяти для представления того или иного значения, это она сама только ведает. Но логическая емкость говорит о том, сколько разных значений вы можете записать в переменную соответствующего типа. Ну и емкость в один байт, она говорит о том, что в переменную типа байт вы можете загрузить 2, в восьмой степени, 256 разных значений. Сам диапазон эти четыре типа, они со знаком, то есть нолик примерно посередине. Почему посередине? Ну потому что на середину он ровно не попадает. Вот видно, да? Левая и правая границы, они включительно. Значит, short and long. Вот такие, такие, такие типы данных. Дальше, внезапно, вот char, как бы хочется сказать, и само именование как бы намекает, что это символный тип данных. Тем не менее, нет, это целочисленный тип данных. По спецификации, значит, переменная типа char хранит числа. Конечно же, эти числа связаны с символами. И вот формально, смотрите, диапазон 2 байта, это неотрицательные, неотрицательные целые числа. То есть 0, 1, 2 и так далее, вверх вплоть до 2 в 16 степени минус 1. Это 65535. Так вот, формально, в принципе, можно сказать так, определение дать этому типу. Тип данных char, это тип данных, предназначенный для хранения кодовых точек. То есть кодов, кодов, символов, Unicode. Но не всех символов Unicode, а тех, что помещаются в первые 2 байта. Существует так называемая кодировка Unicode, которая обнимает очень-очень много символов. В текущем стандарте, по-моему, сейчас порядка 120 тысяч где-то. Так вот, первые 2 байта, вы понимаете, это 65536 значений. И вот этот диапазон, его называют базовым мультиязыковой плоскостью. Ну, например, латинские буквы туда входят, туда кириллица входит, грузинский алфавит, армянское письмо, тамильское письмо. Ну, символы, ну, допустим, jclef, имеется в виду скрипичный ключ, басовый ключ, гербы различных политиков. Это все находится в дополнительной области. И переменный типа чар, вы, вообще-то говоря, вы не сможете хранить код этих символов. А каким образом? А двумя чарами. Дело в том, что для представления символов в Java в коде используют кодировку Unicode в формате UTF-16 с прямым порядком байт. Вот я сейчас что-то сказал, наверное, многие вообще не поняли, чего это сейчас прозвучало, поэтому давайте так, забудем пока про это. Есть еще два вещественных типа. Это float и double. Почему double? Double, ну, double, понимаете, да, то есть в переводе это нечто двойное. Так вот, если float 34, сейчас давайте я запишу. Если вы, у меня тут есть такая штука. Если float это у вас примерно вот так, то double это будет, вы знаете, примерно вот так. Больше цифр после точки. Вот как-то так. Больше цифр после точки. Вот перед вами 8 примитивных типов данных. Ну, иногда еще говорят, что void это тоже тип данных примитивный, но все-таки нет. Это псевдотип, который используют для указания того, что метод ничего не возвращает. Но, вы знаете, это примитивные типы. А помимо примитивных типов существуют еще и ссылочные типы. Ссылочные типы всего их 4 вида. Это классы, это интерфейсы, это массивы и специальный null type, который имени не имеет. Вы переменную этого типа объявить не можете сами, но он представлен очень важным своим представлением. Это литерал null. Литерал null. Это очень важный литерал. Грубо говоря, вы разрываете связь с объектом. Если вы пишете вот так, object, то равно там чему-то. Если вы сделаете потом вот такое присваивание, то вы разрываете связь между переменной и объектом. Вот после такой записи, после такой записи, существует связь вот такая вот. Где-то в памяти есть объект. И вот, собственно, присваивание, оно просто-напросто разрывает эту связь. Вот для чего нужен null. Ну, по-хорошему, конечно, его читать надо null произносить. Я буду произносить null. Я надеюсь, вы меня простите. Так вот, предупреждаю вопрос о том, куда же делись enum, и куда делись аннотации. И вот они здесь помещены в нужные, так сказать, строки. Enum – это вид класса по объявлению. Существует два вида объявления класса. С помощью ключевого слова класса и с помощью ключевого слова enum. Anumeration type – это перечислимый тип. Грубо говоря, объектные константы. И существуют еще так называемые аннотации. Это подвиды интерфейсов. Это нечто внешнее по отношению к вашему коду. Код внешний по отношению к вашему коду может использовать эти аннотации в своих как-то целях. Современные фреймворки используют аннотации практически всегда. Как-то вот так. Ну, и массив. Что такое массив? Собственно, в конце занятия у нас, в конце вебинара, в принципе, на эту тему будет информация. Так, дальше. Структура примитивных типов данных. Ну, категорически неинтересная картинка совершенно. Тут, собственно, мы это уже видели. Сколько требуется памяти. Но обратите внимание, для того, чтобы хранить значение переменной типа Boolean, вообще-то говоря, достаточно 1,8 байта. Сколько виртуальная машина использует, это ей только одно и ведомо. Ну, вот как-то так. Так, вещественные числа представляются по определенному стандарту. И из всей совокупности бит, вообще у всех чисел, кроме char, самый-самый левый бит, первый, указывает знак. Если он один, то это отрицательное число. Если это ноль, то это не отрицательное число. Это либо ноль, либо положительное число. И вот если рассмотреть вещественные числа, то, вы знаете, тут вот эти вот float и double. Из всей совокупности вот 4 байта. Мы берем 4 байта. Из этих 4 байт самый левый бит – это знак. Потом 8 бит – это порядок. А mantissa – это 23 бита. Что такое mantissa? А вы знаете, mantissa – это то, куда записываются значащие цифры 34.34. Вот 34.34 – это будет записано в mantissa. Но вот эти 34.34, они интерпретируются как 0.34.34. А потом все это дело умножается на 10 в степени то, что записано вот в этот порядок. Если я не ошибаюсь, то это примерно вот так работает. Ну, вот как-то так. Так, кроме числовых значений, вы знаете, float и double могут быть в определенном состоянии, называемые infinity – это бесконечность, и nothing number. Так, мы с этим столкнемся уже сегодня. Как-то вот так. Дальше. Ну, а дальше, в общем-то, вы знаете, мы будем рассматривать с вами литералы. Вот сейчас давайте промотаем обратно еще раз. Мы с вами посмотрели, что такое идентификаторы, то, чем мы именуем, переменные, поля, классы и так далее. Мы рассмотрели ключевые слова, перечислили по-быстрому 50 штук, это восьмой версии. Разделители, ну, тоже что-то на эту тему было, и знаки операции. Итак, сегодня мы с вами будем рассматривать, какие есть литералы в Java и операции, которые есть в Java. И там есть много чего интересного, да или вообще много чего есть. Итак, просмотрим сейчас литералы. Литералы – это представление значений при значении определенных типов. Существуют литералы для ссылочного типа, это строкового литерала, но пока мы их не рассматриваем. Рассмотрим литералы для примитивных типов. Из всей совокупности примитивных типов литералы существуют. Они существуют для всех, кроме двух типов. Вот для байта и шорт, они не существуют. Не существует таких литералов, которые имеют тип байт и шорт. Итак, логический, логический, так это там дальше, дальше это есть, по-моему это дальше расписано, давайте смотреть. Итак, литералы типа boolean, два значения всего может принимать перемены этого типа, собственно этими значениями исчерпывается вся область значений этого типа. True false, замечательно, дальше что-то страшное, смотрите, литералы типа int, вот после двоеточия идут примеры, и вы знаете, вы можете записывать константы, речь идет по сути о константах, то есть когда вы просто-напросто в явном виде записываете значения определенного типа. Так вот, системы счисления могут быть использованы десятичная, шестнадцатиричная, двоичная и восьмеричная. В десятичной системе счисления от нуля и выше, вплоть до максимального значения. Это не максимальное значение, максимальное значение можно на самом-то деле существует. Давайте сейчас, знаете, что, немножечко переключимся вот в эту эклипсу. Так, вот она, эклипса, тестовый проект создан. И вот здесь, давайте сейчас посмотрим на максимальное значение int. Точку входа я пишу. И вот, чтобы вывести максимальное значение int, вы знаете, существует класс оболочки, так называемый, для каждого примитивного типа. Для чего вообще нужны примитивные типы? Примитивные типы, они нужны для того, чтобы вычислять какие-то операции, операторы. И, собственно, примитивы, они, над ними выполняются эти операции. А если у вас есть задача, если перед вами задача не стоит, чтобы выполнять какие-то арифметические, к примеру, арифметические вычисления, то в таком случае вам примитивы вообще не нужны. Но все вычисления, они, по-любому, их виртуальная машина выполняется в примитивах. Если вы используете какие-то объекты, и речь идет о классах оболочек, то в таком случае виртуальная машина, она извлекает, она извлекает эти значения из, примитивные из объектов. Итак, давайте посмотрим, есть такой класс, как Integer, и вот он содержит максимальное значение Inta, что-то вроде 2 миллиарда с чем-то. Так, сейчас давайте запустим. Вот перед вами это IDE, называется Eclipse. Одна из самых, не одна, а самая распространенная. Вот это значение, то есть это тысячи, это миллионы, это тысячи, это миллионы, 2 миллиарда с чем-то. Вот как-то так. Так, чего дальше? А дальше смотрите, обратите внимание, что константы в десятичной системе счисления отрицательные числа не представляют. Это только не отрицательные, ноли выше. По основанию 16, двойка и восьмерка, вообще-то говоря, отрицательные числа могут быть, вот, пожалуйста, перед вами минус 1 на самом-то деле. Итак, смотрите, по основанию 16, ведущий 0x, либо же x, может быть, в верхнем регистре, далее идут 16-ти ричные цифры. 16-ти ричные цифры – это цифры, их всего 16, это от 0 до 9, плюс еще буквы ABCDEF. Все. Значит, если у вас система счисления по основанию 2, то в таком случае, ну, используются две цифры 0 и 1, то есть от 0 до основания системы счисления минус 1, как-то вот так. Ну, вы знаете, давайте сейчас в коде немножечко попишем. Итак, у нас есть некоторая переменная x. Сразу же, кстати, нельзя использовать перемену, если она не проинициализирована. Вот сейчас тут Eclipse выдает ошибку, это ошибка компиляции. Данный код не компилируется, и, в общем-то, вы не можете его откомпилировать. Ну, а теперь смотрите, в десятичной системе счисления. В десятичной системе счисления по основанию 10, пожалуйста, вот так можно записать. Можно записать, если вы запишите вот так, то на самом-то деле, литералом здесь является 12, а минус является операцией, это лунарный минус, и вот это все есть арифметическое выражение. Но об этом чуть-чуть ниже. Дальше, шестнадцатеричная форма счисления, она предполагает использование 16 цифр. То есть я могу написать, например, вот так, если я запишу, то что это такое? Это 16, да? Сейчас, секундочку, давайте запустим. Да, это 16. Дальше, ну, вы знаете, тут может быть, пожалуйста, ABCDEF, вот так могу написать. Тоже какое-то число. То есть, в принципе, валидные цифры, и стало быть, ну, система выводит, конечно, в десятичном виде. Вот как-то так. Так, хорошо. Если я возьму и сейчас напишу, ну, давайте посмотрим. Тип данных int, он имеет, сейчас, емкость его 4 байта. На каждый байт требуется две шестнадцатеричные цифры. И если я заполню все единичками, начиная с седьмой версии, вы можете ставить подчеркивание для разделения разрядов. И вот перед вами сейчас, по сути, 4 байта. 4 байта заполнены единицами. Вы знаете, если все байты единицы, если все биты в байтах единицы, то это минус один. Вот так минус единица представляется. Так, дальше есть еще, в общем-то, восьмеричная система счисления. Восьмеричная система счисления предполагает наличие ведущего нуля. Если я запишу, например, вот так, то это восьмеричная семерка, а это восьмеричный ноль. Так, сейчас, секундочку. Вот вам пример. Я написал, я использую большую букву x, и как бы система не понимает. Давайте в нижний регистр. Это восьмеричная ноль, это восьмеричная семерка. А вот это, а вот это вообще не существует. Почему? Потому что, если система счисления у вас по основанию n, то в записи чисел используются цифры от нуля до n-1. Поэтому тут ошибка. Вот, кстати, то, что я сейчас пишу, если вы будете проходить какие-нибудь тесты по джаве, это классические вопросы. Вот написано, и вопрос. Это компилируется или не компилируется? Так, давайте справим. Это сейчас у нас единица. А если я так запишу, то сколько это будет? Это будет, это восьмерка должна быть. Запускаю, получаем 8. Ну и, наконец, бинарная система счисления. Это когда вы записываете по основанию двойки. Это когда вы записываете вот так, ноль b, например, вот так. Что это такое? Это, скорее всего, это пятерочка. Если вы претендуете на то, чтобы быть разработчиком, в таком случае вы должны уметь переводить из одной системы счисления в другую. Это математика, но, тем не менее, это необходимая математика. Нужно. Так, вот как-то так. Так, дальше. Это мы рассмотрели литералы константы типа int. Что есть еще? Есть и тип long. У него тоже есть литералы. И вы знаете, для того, чтобы... Вы просто-напросто берете литерал типа int и добавляете туда суффикс l, большой, либо l, малое. При этом тип long, будучи 8-байтным по объему, предполагает возможность хранить числа больше, чем то, что может быть записано в int. Вот, пожалуйста, я записал гораздо больше, чем то, что можно поместить в int. То же самое вот здесь. Это минус единица, но эта минус единица представлена в виде константа типа long. Значит, не рекомендуется использовать в нижнем регистре вот этот суффикс l. Почему? Вот уже видно, что, вы знаете, в некоторых шрифтах, возможно, визуальная коллизия между малой буквой l, малой буквой i, или же большая буква i, латинская, и единица еще. Да, в программах часто используют маленькую букву i в качестве счетчика цикла. Но, пожалуй, только вот в этом месте ее использование уместно. В остальных случаях вы сдержитесь использовать i, l, малая, вот эти вот буквы в качестве названия переменных. Так, дальше. Есть еще вещественные. О литералах типа char мы чуть позже поговорим. Литералы вещественные. Вот, пожалуйста, перед вами представлены, пожалуй, наверное, все возможные варианты. Число записанное – это перемены, это литералы, имеющие тип double по основанию, в системе счисления по основанию 10. Итак, просто в явном виде пишем, как обычное число с плавающей точкой. Это штука, это сущность, этот литерал, эта константа имеет тип double. Можно вот так записать, после точки ничего не пишем. Или же можно перед точкой ничего не писать, предполагается там наличие нуля. Или можно поставить суффикс d большое, либо d малое. Вы пишете целое число, литерал типа int, а потом добавляете букву d и получаете вещественное число. Дальше. Существует экспоненциальная форма. Такая форма говорит о том, что вы единицу умножаете на 10 в степени 3. То есть, по сути, это записано тысяче. Буква e или же i, если in English читать, она может быть в верхнем регистре, может быть в нижнем регистре. Вот это число чему равно? 1 умножить на 10 в степени минус 2. То есть, это 1 сотая. Вот это что такое? Это 12,12 умноженное на 10 в минус второй степени. То есть, по сути, это 0,1212. Как-то вот так. Но, вы знаете, помимо этого, существует еще так называемая научная форма вещественные числа, записываемые в системе счисления по основанию 16. Мало кто об этом вообще знает. Да, вообще-то говоря, мало где это и применяется. Но, тем не менее, по факту оно есть. Итак, вы пишете признак 16-ричного литерала, затем 16-ричные цифры, возможно, с точечкой они могут идти еще, точка 16-ричная, плюс так называемая бинарная экспонента. Вы знаете, давайте сейчас возьмем вот это число, пойдем сюда, создам еще один проектик, точнее еще один класс. Итак, смотрите, double, определим перемену, double d, и вот здесь напишем так, 0x124pp2, например. Потом напишем вот так. Сейчас я вам напишу пример, каким образом вообще можно понять, что это за число. То есть это своего рода перевод из 16-ричной формы счисления в 10-тичную форму счисления. Давайте заберем это число, пойдем куда-нибудь сюда, вставим его, и, в общем-то, давайте посмотрим. Если у вас есть число, например, 123, то что вообще-то говоря это такое? Вы знаете, давайте так, 123,4. На самом-то деле это можно разложить следующим образом. Делают так, вот выделяют точку, а потом ставят разряды. Это нулевой разряд, это первый разряд, это второй разряд. Понятно, да? А вправо от точки разряды идут в меньшую сторону, минус первый разряд, минус второй и так далее. И в итоге мы получаем, давайте сейчас запишем, 1 умножить на 10 в степени, номер разряда это тройка, 2 умножить на 10 в степени, вторая степень, плюс 3 умножить на 10 в степени, 1. И, вы знаете, добавляем еще 4 умножить на 10 в степени, минус 1. Ой, прошу прощения, я немножечко сдвинул. Тут двойка, тут первый разряд, тут нулевой разряд. Вот получаем такую картину. Ну, собственно, по образу и подобию 16-ричные цифры тоже можно расписать. Итак, в общем-то, мы получаем, что здесь мы получим? Мы получим, что все это дело равно у нас 100 плюс 20 плюс 3 плюс 0,4. То есть, это все равно 123,4. Ну, а теперь берем 16-ричное число наше. Идем сюда и признак 16-ричного литерала уберем. Бинарную экспоненту уберем. Помня, что просто-напросто то, что мы получим слева, надо будет умножить на 2 в степени то, что стоит после буквы П. После буквы П стоит десятичное число, целое. Не 16-ричное, но десятичное. То есть, умножить все на 4, по сути. Ну, а теперь смотрите, это можно расписать так. 1 умножить на 16 в степени номер разряда. Это первый плюс 2 умножить на 16 в степени нулевая степень плюс 4 умножить на 16 в степени минус 1. И все это получится. Так, что это будет? Это будет 16 плюс 2 плюс 4 шестнадцатых. То есть, 1 четвертая. Ну, и помня, что все это дело мы умножаем на 4, мы получим чего? Мы получим 64 плюс 8 плюс 1. То есть, это будет 73. Но это вещественное число, поэтому 73,0. Так, возвращаемся сюда. Запускаем. И получаем, в общем-то, то, что я ожидал. 73,0. Ну, вот как-то так. И, пожалуй, забудьте про это. То есть, вы увидели, что есть такое. В принципе, это практически нигде не используется. Но в самом синтаксисе есть. То есть, можно так писать. Дальше. Что дальше? Дальше литералы float отличаются от литералов double тем, что в конце, в обязательном порядке должен находиться суффикс f большое, либо f малое. И вот классический вопрос на собеседованиях, например, следующий. Смотрите. Написано вот так. Float x равно 34,34. И компилятор здесь выдаст ошибку. Так, а почему я это пишу здесь? Давайте выклипить это, напишем. Так. Еще и float неправильно написал. Сейчас, в момент. Float. Ошибка. Почему ошибка? Да потому, что это у нас double. А double автоматически, double автоматически не может быть преобразован во float. Почему? Потому, что так оно сделано. Для того, чтобы это отработало, вам необходимо написать суффикс, например. Вот так. Так. Дальше. Дальше литералы типа char. Вы знаете, согласно спецификации, согласно спецификации символьного типа в Java нет. А вот символьные литералы есть. И символьные литералы, это литералы типа char. Вот так это есть, если вы посмотрите спецификацию. Вот перед вами варианты, которые возможны, скажем так. Переменная типа char мы можем явно в программе писать вот так. Просто берем букву, обрамляем ее кавычками. Кавычками. Смайлик получился почти. Обравляем кавычками. И, собственно, вы знаете, это число. Что это за число? Это код буквы F малая латинская по кодировке Unicode. То же самое и это. Это число, соответствующее букве D. Вы знаете, и если мы возьмем кириллицу, то кириллица по Unicode имеет коды примерно тысяча с чем-то. Тысяча там 20, 1025. Примерно вот так. Давайте это посмотрим. Сделаем так. Так, а я же не воспроизведу здесь букву. Так, тут, прошу прощения, тут кириллицы просто нету. Не получится это. Так, ну вы поверьте, что в принципе, если мы возьмем кириллическую букву, вот такой литерал, то на самом деле это просто-напросто число. Да, некоторые методы в ядре, они интерпретируют char как символ, который соответствует этому числу. Но, тем не менее, формально это все-таки число. Дальше вы имеете возможность записывать символы через так называемые Java Unicode Escape последовательности. А что это такое? Это, ну, backslash U, обратный слэш, маленькая буква U и 4 шестнадцатеричные цифры. Эти 4 шестнадцатеричные цифры, они обнимают, по сути, 2 байта. И, грубо говоря, вы обнимаете ту же самую базовую мультиязыковую плоскость. Вот слева это, по-моему, буква, по-моему, это буква А большая, а вот это, по-моему, малая буква Ж кириллическая. Вот в таком виде вы можете записать. При этом, вы знаете, две последовательности, они запрещены для использования ввиду того, что вот эти вот последовательности, они компилятором преобразуются в то, что они обозначают по кодировке Unicode, в самую-самую первую очередь. И технически вы, вообще-то говоря, в коде можете эту последовательность, ну, смотрите, вот я пишу backslash U. Сейчас, естественно, подчеркивает компилятор ошибка, но если я напишу вот так, 0020, то, вы знаете, вот эта штука является пробелом. И эта последовательность на этапе компилирования, на самом первом этапе лексической трансляции, эта штука будет превращена в пробел. Вы знаете, я могу этот пробел поставить вот здесь, backslash U, 0020. 2032 в десятичной системе счисления, а 20 в шестнадцатиричной форме счисления. Это первый символ за управляющими символами по кодировке Unicode. Но, вы знаете, мы этим можем не ограничиться. Мы можем, например, пойти дальше. Буква А, буква А, по-моему, как раз это и есть 61. Давайте попробуем. Backslash U. Так, сейчас, секундочку. Статик. Backslash U, 0061. О, работает. Кажется, работает. Так, давайте что-нибудь увидим. О, автокомплетишн уже не работает. То есть, Eclipse, она спотыкается немного здесь. Давайте выведем просто какое-то слово. Окей. И запустим. Знаете, все работает. И вот теперь, давайте все-таки вернем обратно, чтобы оно читабельно было. И вот в связи с этим, вот два символа вы не имеете права писать как символьные литералы. Если вы запишите вот так, смотрите, это символ с кодом, ну, не знаю, сейчас, секундочку, давайте поставим. 0,9, например. Это проходит. Это управляющий символ. Символ забоя, по-моему. Ну, неважно. Или табуляция. Табуляция. Но если вы поставите вот так, ошибка. Если мы поменяем на букву B, ошибки нет. Поменяем на букву C, опять ошибки нет. Если поменяем на букву D, ошибка. Значит, два варианта запрещены. Вариант, когда здесь стоит буква A. И вариант, когда здесь стоит буква D. Почему? Ну, потому что первый вариант, когда мы ставим букву A, это line fit. И на самом первом этапе компиляции, этот символ, вот это все уйдет. Потом будет осуществлен переход на новую строку. Вот сюда. И здесь будет допечатано вот так. Что, естественно, не компилируется. Понимаете, да? То же самое с возвратом каретки. Возврат каретки, он просто-напросто переносит, если я запишу здесь вот так. 0,0,0,D. В таком случае, при компилировании, да, вот это все, это уйдет. Потом курсор пойдет на начало, и здесь будет пропечатано вот так. Что, естественно, не компилируется. Поэтому эти два варианта, они запрещены. Все остальные разрешены, вы их можете использовать. Так, сейчас, секундочку, извините. Вот. Так. Дальше вы можете использовать некоторое количество заранее предопределенных эдскейп-последовательностей. Это line fit, перевод строки. Это carriage return. Если вам нужно выводить эти символы, вы можете использовать вот такие вот комбинации. Это табуляция. И там есть еще символ забоя и еще чего-то. И вы знаете, на самом-то деле есть еще кое-что. Так, сейчас, случайно. На самом-то деле есть вот такие еще. Восьмеричные последовательности. Это восьмеричное число. Это максимум, что мы можем использовать. Вот это 255. И это досталось наследство языку Java от языка C. Ну, вот есть такое. Есть такое в языке. Надо ли это использовать? Да, вряд ли. Потому что, наверное, немногие об этом знают вообще. Скажем так. Простой пример. Давайте запишем. Например, так. Сейчас, сейш равно. Backslash 1. Пожалуйста. Это символ с кодом 1. А это вот я сейчас запишу, кстати, linefit. Причем linefit. Так, восьмеричная. Восьмеричная. Это восьмерка. Это восьмерка у нас получается. Это девятка. Это десятка. Вот это и есть linefit. Если я, например, напишу вот так, смотрите, какую-нибудь строку, потом запишу backslash 12, а потом большие буквы напишу. Давайте это запустим. О, смотрите, видите, разрывает строку. Вот это linefit мы записали. Ну, вот, пожалуй, пожалуй, да, все с литералами, все. Куча какой-то информации. Ну, так, что дальше? Если вопросов никаких нет, тогда идем дальше. Или вопросы есть? В конце вопрос. Так, замечательно. Итак, дальше у нас про автоматические расширяющие преобразования между числовыми типами. Всего примитивных типов восемь. Тип буллин, он сам по себе, он такой эгоист, он в стороночке стоит. Он ни в кого не может быть преобразован и ни из кого не может быть преобразован. За исключением своего, так сказать, своей реинкарнации в виде ропора буллин с большой буквы. А примитивные типы числовые, все перед вами это числа, они вот, стрелочки показывают разрешенные преобразования. Что это означает? А это означает, что мы переменные типа float, стрелочки транзитивные, то есть можно по ним ходить, скажем так. Переменные типа float. Вы можете присвоить значение переменные типа short. Или типа char. Или типа int. Или типа long даже. Что несколько странно. Long это 8-байтный по объему типа float, 4-байтный. Тем не менее это возможно. А вот значение переменной double, переменной типа float, вы уже не присвоите. Давайте это сейчас на примерчике посмотрим. Пример следующий. Ну вот смотрите. Byte b равно 17, к примеру. Int x равно b. Это преобразование из byte в int. Оно разрешенное. Дальше. Давайте запишем long. Long y равно, к примеру, 12. К примеру, 12. А затем возьмем, напишем float f равно y. Пожалуйста. Это тоже разрешенное преобразование. Это преобразование из long в float. Но если мы возьмем, напишем вот так. Double d равно там чему-нибудь. То в таком случае, если я запишу вот так, то мы получим ошибку. Почему? Потому что из double вы в float не попадаете автоматически. То есть стрелочки, они показывают разрешенные автоматические преобразования. Там, где штриховка и стрелка идет, возможно, потенциально утрата информации. В принципе, можно написать пример, где мы это увидим. Сейчас напишем. Давайте. Сейчас вернемся сюда. Но если очень хочется, стрелочки можно обратить. Если вам хочется все-таки записать значение d в float, во float, то каст оператор. Это называется каст оператор. Вы пишите вот так. И в таком случае все хорошо. Так, давайте все-таки так не писать. Это у нас ошибка. А вот здесь, здесь ошибки уже нет. В float. Это мы преобразовали. И вы знаете, в принципе, потенциально вы можете переменной типа byte присвоить значение переменной типа double, если поставите перед этой переменной оператор приведения к байту. Вы понимаете, что информация, хранящаяся в 8 байтах, в 1 байт потенциально не всегда может поместиться. И что-то будет отброшено. Поэтому, как правило, в общем случае, конечно же, утрата информации может произойти. Но вы знаете, утрата информации может произойти также и при разрешенных преобразованиях. Вы знаете, наверное, я этот пример сейчас опущу. Давайте так. Домашнее задание. Попробуйте сделать так, чтобы было видно, что информация была утрачена. А на следующем занятии мы просто примерчик этот напишем. А сейчас пока что пойдем дальше. Потому что по временем мы ограничены. Да, показано потенциальная утрата информации. Сужающее преобразование. То, о чем было сказано, когда идем против стрелок, то тогда можем написать оператор приведения типов. Вот он, каст-оператор так называемый. В принципе, можно использовать не только примитивные, но и ссылочные типы. Но ссылочные мы пока не рассматриваем. Так, дальше. Теперь смотрите. Если у вас есть арифметическое некоторое выражение, состоящее, допустим, из сложения, вычитания, умножения, деления и компоненты какие-то входят в это выражение, то, вы знаете, Java, будучи строго типизированным языком, предполагает однозначное определение типа результата выражения по типам входящих в него компонент. Грубо говоря, вот давайте смотреть на эту таблицу. Если у вас в выражении участвуют компоненты, которые имеют тип байт, шорт, инт, чар, в любом сочетании, то есть любые три могут отсутствовать, скажем так. Допустим, один байт складываем с другим байтом, или шорт, и шорт вычитаем, чар. То в таком случае, вы знаете, все расширяется до int, а тип результата int. Если же существует хотя бы один компонент, имеющий тип long, вдобавок к предыдущему, long, причем обязательно должен присутствовать, остальные компоненты могут отсутствовать, то тогда, либо все, либо некоторые, тогда тип результата будет long. Если же, продолжая дальше, если же float существует компонент к предыдущему, причем предыдущий в любом сочетании, хоть все, хоть, не знаю, только одно остается из этих пяти, получается, да, то в таком случае результат float. Ну и, наконец, если есть хотя бы double один компонент, все расширяется до double. То есть на самом-то деле просто-напросто все компоненты, они расширяются до определенного типа, и в этих типах уже вычисление осуществляется. Так, пожалуй, здесь все. А вот теперь смотрите, есть еще такой момент, как вычисление констант на этапе компиляции. Компилятор, он компилирует, но на самом-то деле он кое-что может в коде менять. И совершенно не факт, что то, что вы написали сами, именно это потом будет представлено в байт-коде в том же самом виде. Компилятор может осуществлять некоторые оптимизации, скажем так. И вот один из вариантов, это когда вы, смотрите, если вы запишите вот так, и уже информации, которая была дана, достаточно для того, чтобы воскликнуть, позвольте, но же 127, это же тип int, это литерал типа int, а слева у нас байт, а вообще-то говоря, int автоматически в байт не заходит. Это верно для переменных, но если у вас константа, и эта константа вписывается в диапазон соответствующего типа, то вы знаете, все хорошо. Сказанное верно только для целых чисел, исключая long. То есть байт, шорт, инт, чар. Вот четыре типа. Вот таким образом я сейчас записал в CH61. Код буквы А, латинское малое. То есть как-то вот так. И вы знаете, то же самое касается арифметического выражения. Если арифметическое выражение справа включает в себя константы в явном виде, в явном виде вот двоечка, потом вот это тоже, это литерал, это литерал, это тоже литерал. А что такое x? x это переменная, но она финализирована. Вот ключевое слово funnel, если вы ставите возле локальной переменной, делает эту переменную неизменяемой. То есть это, грубо говоря, константа. Так вот, если в арифметическом выражении у вас литералы и константы, и переменных нет, то тогда компилятор это вычислит на этапе компиляции. В байт-коде вот этих операций не будет. Он просто вычислит все это. И если попадает в диапазон чара, то тогда записывает. Ну, грубо говоря, если x мы положим минус 1000, да, то явно здесь будет отрицательное число, и компилятор сразу выдаст ошибку на этапе компиляции. Так, дальше. Ну, а дальше то, что у нас осталось на сегодня, это, собственно, операторы. Хочется, конечно, сказать в отношении некоторых так называемых операторов, что это операция, но отличие между оператором и операцией, опять-таки, по образованию математик, в принципе, несколько слух режет, когда видишь, допустим, операцию сложения для целых чисел, и там, где результат попадает в области определения, все-таки это не оператор, это операция. Ну, хорошо, будем называть все операторами. Итак, вот перед вами то, что актуально для восьмой версии Java операторы, и, собственно, пройдемся по ним. Это не все операторы. Существуют еще операторы цикла, существует оператор многозначного выбора, существуют еще операторы управления, то есть понапридумывали. Вы знаете, это тот инструментарий, который нужно знать, язык нужно знать. Если вы претендуете на то, чтобы работать в этой области, то этот инструментарий, он в обязательном порядке к изучению, овладению и усвоению. Итак, поехали по операторам. Оператор сложения. Вы знаете, существует, я бы сказал, в четырех вариациях. Во-первых, это унарный оператор плюс. Сразу же вопрос, чего он делает. Значение он не меняет, он меняет, по крайней мере, тип. Так, давайте сразу это на примере писать. Вы знаете, я, наверное, это сейчас здесь буду писать. Итак, если мы возьмем, допустим, байт, b равно 7. Тут все замечательно, семерочка зашла в байт. Почему? Потому что попадает в диапазон. Да, кстати, сразу же, смотрите. 127 – это максимальное значение байт. Если я добавлю еще единицу, все, мы вышли за границу. Ошибка. Я не вижу, видите ли вы это подчеркивание. Эклипса его не пропускает. Эклипса в своем составе имеет так называемый инкрементирующий компилятор. Когда вы что-то пишете, чего-то пишете, она автоматически сразу компилирует. Итак, что-то непонятное. 127. Ну, а вот здесь давайте сделаем так. b равно плюс b. И, собственно, на этом все. Ошибочка. Почему? Да потому что b – это тип байт, а плюс b – это арифметическое выражение. Арифметическое выражение, вспоминаю вот эту табличку, имеет результат, который имеет тип int. И вообще-то говоря, тут по факту мы имеем следующее. Ну, если я подведу сюда курс, давайте сейчас высветит оно. Сейчас не так, а вот так. А она, Эклипса, мне пишет. Хозяин, ты знаешь, не могу переконвертировать из int в байт, потому что справа. Короче, кратко. Вот этот унарный плюс, он меняет, он меняет тип. Для чего он нужен, вы знаете, мое мнение он вообще не нужен. Но вы можете почитать, загуглить, например, на Stack Overflow обсуждается эта тема. Вы знаете, все это досталось от языка C. В языке C, насколько мне известно, насколько я предполагаю, тоже есть такой оператор. Унарный плюс. Так, на этом все. Дальше. Оператор сложения для целых чисел. Для целых чисел. Integer. Вы знаете, операция сложения для целых чисел, а для вещественных, вообще-то говоря, отличается. Давайте смотреть. Ну, вообще-то говоря, если я сделаю так, то вполне очевидно, что х равен 5. Совершенно, в общем-то, тривиальный код. Так, замечательно. Но если я возьму, здесь поставлю единицу. Если я здесь поставлю единицу, тут поставлю максимальное значение int, max value. Вот в таком виде. То, вы знаете, если мы добавляем к максимальному значению единицу, мы внезапно получаем самое минимальное значение. Видите, отрицательное. Это отличает операцию сложения для целых чисел от сложения для вещественных чисел. То есть, итого, сколько не прибавляй к какому-то intu единицу, ты, в общем-то, доходишь до максимального значения, потом внезапно появляешься снизу. Идешь вверх, проходишь 0, доходишь до верха, потом опять появляешься внизу и так далее. То есть, по кругу ходишь. Так, а теперь давайте посмотрим на вещественные числа. Вещественные числа, когда вы складываете, тут есть несколько особенностей. В принципе, смотрите, вот здесь можно усмотреть следующее. Существует такое понятие, как перегрузка операций. Если вам задают вопрос, существуют ли в Java перегрузки операций, знаете, может имеет смысл прикинуться одесситам и задать встречный вопрос. А что-таки, да, вы имеете в виду под перегрузкой операции? Дело в том, что данный термин, ну, имеет, по крайней мере, двоякое смысловое наполнение. Первый вариант, когда операцию вы берете и сами переопределяете ее поведение для определенных типов данных. В языке C++ есть такое. Этого в Java нет. И вряд ли будет. А другое понимание – это когда один знак операции вы применяете для разных типов, то есть в самом языке, и они работают, вообще-то говоря, по-разному. И вот оператор сложения – яркий пример этому. Поэтому давайте посмотрим. Если мы будем складывать вещественные числа, если мы будем складывать вещественные числа, то особенности, какие здесь есть. Итак, возьмем вещественное число. Ну, во-первых, давайте с максимальными значениями. Если я беру максимальное значение, я могу его взять в классе Double, MaxValue, Constant, есть там такая. И давайте добавим, давайте, во-первых, выведем это значение, потом добавим сюда единичку и посмотрим, что у нас получится. Так, а получилось у нас что-то страшное. Какие-то числа, вы знаете, что-то очень похожее друг на друга, да? Вроде как совпадает. Давайте проверим. Существует так называемый оператор сравнения. Если вы возьмете, напишите, напишите вот так, D2 знака равно D плюс 1. D плюс 1. Сохраняем, запускаем и получаем. Внезапно они равны. Как же такое может быть? Мы же добавили. Давайте усугубим ситуацию. 10 тысяч добавим. Вы знаете, ничего не меняет. То есть, получается, мы добавляем, добавляем, оно не меняется. Мы уперлись, грубо говоря, в верхнюю границу и там пребываем. Если много добавить, ну, давайте добавим, я не знаю. Это у нас вещественные числа, они по абсолютным величинам довольно-таки большие могут быть. Давайте добавим вот так. О, замечательно. Вы понимаете, что это очень много, да? Что-то изменится у нас. Ничего не меняется. Ну, вот таким вот образом. Таким образом. Если же вы добавите очень много, давайте попробуем здесь добавить, например, D. грубо говоря, 2 умножить на D, то мы получим, так, что мы получим? Мы получим false. Но вы знаете, если вы добавляете очень много, то есть, мы переходим в такое состояние, как infinity. Infinity – это особое состояние числа с плавающей точкой. записывается сочетанием бит в Montessi, по-моему, как-то так. Ну, вот, собственно, вот такая вот особенность. Но это еще не все. Вы знаете, давайте вот так сейчас еще сечем. Существует еще кое-что на эту тему. Если мы возьмем... Давайте так. Сейчас, прошу прощения. Давайте, наверное, просто еще один класс сделаем. Четвертый. Давайте так сделаем. Я напишу double D равно 0,2. А здесь напишем double D2 равно 0,7. 0,7. А потом возьмем и сделаем вот так. D плюс D2. Ну, вы понимаете, что этот пример написан не зря, и что ожидаемое значение 0,9 вряд ли мы получим. Так, а если получим? Давайте запустим. Внезапно получаем то, что получаем. То есть, мы не получаем 0,9. Почему? Дело в том, что скорее всего то, что в конечном виде в десятичной форме счисления записано нами в литералах в явном виде в коде. Внутри, в общем-то, внутри компьютера это представляется, естественно, в бинарном виде и, скорее всего, это бинарные, бесконечные, периодические дроби. С бесконечными сущностями компьютер как бы не будет работать. Просто-напросто идет усекновение хвоста. А вследствие выполнения арифметической операции сложения эти хвосты ну, вот как-то накопились. Короче, мы не получили 0,9. Как тут быть? Вы знаете, ну, существуют такие классы. Давайте посмотрим. Значит, очень важным является еще следующий момент. Вы в IDE, когда будете работать, подключите, пожалуйста, исходные коды и чтобы можно было смотреть давайте так посмотрим BigDecimal 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 Вот таким вот образом я ищу некоторый тип и я смотрю класс из ядра. Я могу посмотреть его исходный код. Java идет с открытыми исходными кодами. Практически все коды открыты. Кое-что там закрыто, но вы знаете, это если брать виртуальную машину, если брать Java от Oracle, то там кое-что закрыто. Некоторые пакеты. Если вы возьмете OpenGDK, то в принципе там можно это усмотреть. По поводу того, что такое Oracle GDK, что такое OpenGDK, пожалуйста, посмотрите сами. И предлагаю на это время не тратить. О, кстати, смотрите, наш человек тут затесался. Итак, давайте посмотрим, чего здесь написано. Вот документация идет неизменяемая с произвольной точностью со знаком вещественное число. Ну, вот как-то так. То есть, в принципе, используя его, вы можете избежать проблем, связанных вот с такими ошибочками. Так, чего здесь? Да, пожалуй, наверное, все. Хотя нет, вы знаете, не все. В принципе, ну ладно, хорошо, давайте закроем этот момент. Мы рассмотрели унарную операцию, бинарное сложение для целых чисел, для вещественных чисел. И вот смотрите, как складывают числа, это понятно. Но если хотя бы одним из операндов, то есть тем, к чему применяется операция, является строка, то в таком случае второй оперант всегда приводится к строке. И эту операцию уже, ну, операцию не назовешь, это уже оператор, оператор конкатенирования, то есть слепление, соединение. Давайте посмотрим. Посмотрим на этот момент. Ну, например, вот так, стринг S, есть такой класс, этот класс является библиотечным, расположен в пакете JavaLang, появился в самой первой версии, важное очень, и вообще-то говоря, у нас, к сожалению, на эту тему мы не будем рассматривать, я имею в виду в последующих вебинарах. Итак, стринг S равно, ну, давайте напишем что-нибудь, асдф. А потом сделаем вот так, 2, 2 плюс 3, плюс, плюс S. Вот сейчас, на самом-то деле, у нас здесь совершенно две разные операции. Это операция сложения этого с этим, операция сложения, вот этот значок плюс, это левоассоциативная операция, слева направо идем. 2 плюс 3, это 5, а потом пятерочка будет, внезапно тут справа стоит строка, поэтому пятерочка, она будет присоединена к литералу S, перемена S. Ну, получаем вот так. А если я поменяю местами, вы знаете, кардинально поменяется, вследствие левоассоциативности этой операции, вначале будет двоечка прилиплена справа к S, а потом еще и троечка. кстати, тоже вопрос на собеседованиях, ну, я имею в виду в тестах, если вы будете писать тесты, вот видите, категорически разные, почему так работает, ну, вот если вы не знаете, что это за операция, вы не ответите. Вы знаете, давайте усугубим, я могу, в принципе, вы знаете, сюда написать, я могу сюда написать null, null, вы знаете, ошибки не будет, будет то, что вот мы получаем, то есть просто null в виде строки. Вы знаете, давайте, наверное, я просто вот сейчас по вот этому расскажу. Итак, операция сложения, вы можете конкатенировать строки, целые числа, вещественные числа в бинарном виде, унарный оператор сложения. Вычитание аналогичным образом, единственное, что для строк нет никаких вычитаний. Умножение, умножение это множественное сложение, замена множественного сложения, поэтому смотри сложение, для целых чисел мы будем в диапазоне оставаться, для вещественным можем улететь в бесконечность. Деление, деление в целых числах, если здесь и здесь стоит целое число, то остаток, то результат будет целочисленный и остаток отделения будет откинут. А если вещественные числа, вы получаете результат вещественный. Деление в целых числах вы, если будете осуществлять, вы получите исключительную ситуацию. Смотрите, если я пишу вот так, x равно 7 делить на 0, это исключение. Получаем исключительную ситуацию. Нельзя на 0 делить целых чисел. Если я поставлю здесь хотя бы один оперант вещественный, то почему ошибка? Потому что справа double, а слева у нас int. Это непреобразуемо, поэтому вот так ставим. И вы знаете, мы получим, что x это infinity, бесконечность. А если я возьму бесконечность и вычту из нее саму себя, вспоминайте, матанализ, это неопределенность, а здесь это называется нато набор, не число. Причем обладает весьма интересными свойствами. Оно не равно самому себе даже как-то вот так. Так, дальше. Дальше есть оператор взятия остатка отделения. Для вещественных чисел также работает. Это оператор инкремента, декремента, префиксная, посфиксная форма записей. Увеличиваем на единицу, уменьшаем на единицу. Префиксная вначале выполняем, затем используем. Вначале увеличиваем или уменьшаем, затем используем. Посфиксная, наоборот, вначале используем, потом осуществляем изменения. Тернарный оператор выбора, больше ничего на эту тему не буду говорить. Операторы сравнения, больше, больше, равно, меньше, меньше, равно, применимы исключительно только к числам, ну и к оболочкам, конечно, соответствующих типов. Операторы равенства, оператор равенства и оператор неравенства. Сравнивать можно числа, сравнивать можно значения типа буллин, сравнивать можно ссылки. Не всегда его можно применить, например, число и буллин, вы не сравните. И, вы знаете, ссылочные типы тоже не всегда можно сравнить. Если компилятор видит, что один тип слева, а второй тип справа, эти два разных типа не находятся явно на одной ветве иерархии наследования, он видит это, компилятор вообще не даст их сравнить. Так, чего дальше? Дальше. И вообще в Jai существует по крайней мере три вида равенства. Это одно из них оператор сравнения. Второе вид равенства, зашитый в метод equals класса object, функционал, по сути, реализующий отношение эквивалентности. И есть еще один вид равенства на базе отношения порядка, то есть больше-меньше, как-то вот так. Дальше. Операторы, оператор побитого и, побитого или, побитого исключающего или. Или же эти же операторы, да, они могут быть применены к логическим типам, логическое и логическое или логическое исключающее или. Эти операторы применимы исключительно только к логическим типам. Это условное и условное или. Или же по краткой схеме и по краткой схеме или. Как они работают, ну, к сожалению, у нас времени уже нет Это рассматривать. Дальше. Это логическое отрицание. Это побитовое дополнение только к целым числам. И вот это тоже только к целым числам. Вот эти вот операции. Имеется в виду, что к вещественным они неприменимы. Дальше. Сдвиг влево. Shift operators, так называемый. Сдвиг вправо с сохранением знака. То есть, двигая отрицательное число, вы получите отрицательное число. Сейчас, секундочку. Двигая вправо отрицательное число, вы всегда получите отрицательное число. И сдвиг вправо без сохранения левого знакового бита. То есть, грубо говоря, когда двумя стрелками мы двигаем, самый-самый левый бит, он остается неизменным. Он размножается, по сути, в правую сторону. А если вы будете сдвигать тремя стрелками, то он будет заполняться нулем. По-моему, так. Если я не перепутал. Так. Хорошо. Дальше. Есть оператор присваивания. И некоторые из вышеперечисленных в совокупности с оператором присваивания. Последний примерчик, который я хочу вам написать, это касается вот этого. Маленькая особенность, разъяснение по поводу которой я не нашел ни в одной книжке, кроме самой главной под названием Java Language Specification. Так. Давайте смотреть. Речь идет вот о чем. Смотрите. Возьмем int x равно 2, а потом сделаем так. x. x равно x плюс 2,5. Естественно, здесь будет ошибка. Почему? Потому что справа, вследствие того, что этим оперантом является double, то есть этот оператор, оперант имеет тип double, справа мы имеем double. Результат этого сложения есть double, который автоматически не может быть превращен в int. Поэтому мы получаем ошибку. Так. А если я возьму и запишу так. Плюс равно 2,5. Мы получаем отсутствие ошибки. Ну, обычно, когда изучают программирование, то говорят, что, вы знаете, вот такая вот запись, это все равно, что если я запишу вот так. Но в Java это не так. В Java, если вы откроете спецификацию, можно это найти, домашнее задание, найти спецификации и разъяснение по поводу этой операции. Это называется compound operator. Это называется compound assignment operator. Составной оператор присваивания. На самом-то деле, вот такая запись, она эквивалентна следующей. x равно то, чему обычно учили. И плюс еще, вы знаете, приведение типов. Берем этот результат. Вот так выделяем. Выделяем. И здесь еще ставим каст оператор. К типу того, что стоит слева. Int. Вот как-то так. Все. А, и остатки, естественно, будут откинуты. Ну, вот как-то так. Так, сейчас, секундочку, давайте долистаем до конца. Тут все операторами и заканчивается. Оператор выбора, оператор управления. Массивы еще не рассмотрели. Ну, массив это... Просто озвучивает тип данных, совокупность переменных, безымянных, однотипных, доступ к которым осуществляется по имени всей структуры и числовому индексу. Ну, а обо всем остальном я предлагаю, в общем-то, давайте на следующем занятии. Все. Спасибо за внимание.